Для тебя много информации, да? Для меня вообще немного информации. Ты так весь мир тупого-то не делаешь. У нас проходит спецоперация по вскрытию неизвестного пакета. Это что-то такая загорелая. Ну, так она с юга. Ну, можно. Галина Васильевна, надо сайт маленько. Чё, бесплатно мне поменяли батарейку? Ну? Бесплатно, потому что разбили стекло, короче, у меня заднее. Всем доброе утро. Доброе утро. У нас завтрак. Сегодня мы начинаем снимать от рамы, не ругайте. Да хватит. Ну, чё, все за нас идут. Да ладно, не парьтесь. Ругайтесь, сколько влезет. Главное, не виться. Что? Что, что, что? У Макса каша, вот. Мы хорошие родители, мы сварили ему персональную кашу. Иди, иди кушать. Да, у нас... Таня, вот булку из морозилки достала, мы её тогда не съели. Да, я хочу булочку. Заморозили. Сейчас поставим на окружку. Вариться. Будем работать и ждать гостей. Да, работать и ждать, работать и ждать. Макс сегодня проснулся, прям, аж со слезами Вику искал. Но, ну, вчера сказали, что я сегодня приеду, там с утра уже искал. Ну, ничего. Всё? Держи. Пошли кушать, Максим. В общем, ладно. Всем доброго утра. Так, 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 так. Мы загрузились оперативно в автомобиль. Ещё буквально 20 минут назад мы записывали завтрак. Да, 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 да. Это было совсем недавно. Сейчас мы уже сидим в машине, потому что мне к десяти... Всё нормально. С ней всё будет хорошо, не переживайте. Давить? Давить. Давить, Таня? Вот. А сейчас мы едем по делам. Мне надо к десяти. Тут не сильно далеко, но к десяти. А сейчас уже с пятнадцати. Да. Давить? Давить. Хватит. Ну, а потом нам надо совместные ещё дела у нас, поэтому мы все вместе загрузились. И Макс с нами, у него тоже дела есть. У Макса тоже дела есть. Он как без родителей остались. Да, 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 да. У него нет выборов. У него тоже двойные дела. С папой по делам, с мамой по делам. Ну, да. Он деловой парень. Деловой парень. Ну, мы ему сказали, поедешь. Он сначала такой, нет. Потом я говорю, всё, я один, короче, еду. Побежал один одеваться, и всё. Ну, мы думали, уже всё. Ну, он пока ел, думал, ладно, мы не поедем. Он сразу, нет, нет, я всё, давайте. После еды не умылась. Да, да никто не умылся после еды, кроме Макса. Я Макса умыл себя, нет. А что за пробка? Там, что-то в дорогу по-другому. В общем, на неделю обещают жаришку. Тридцать пять градусов аж. Тридцать пять аж? Да. В Красноярске? В Красноярске. Тридцать пять. Тридцать пять. Баба-ягодка опять. Так, ну, что тебе сказать? Хочелось бы, конечно, куда-то, но вот куда-никуда. Куда-куда? Чего-куда? Когда? Короче, ладно, проехали. Мы планируем... Какие-то мысли у неё возникнут в голове. Вот это куда-то. Хоп. Чего-куда? Чего-куда? Ты мне говори. Я так скажу. Девяносто пять процентов инициативы, которые происходят и интересны в нашей семье, это исходит из Танины головы. За это ей отдать должное. Я, знаете, такой домосед. Так я тоже домосед. Она тоже домосед, но она инициативный домосед. Которому иногда из дома выбраться и что-то придумать интересное. А я такой домосед, который, да, нормально, и не заметил, как месяц прошёл в домоседстве. Месяц должен быть интересным. Так что, да, сейчас лето, лето. В общем, да, я сегодня такая думаю, чего-то мы в Сыноборске нерванули. Завтра же, по идее, опять у нас выходной. Выходной, первое июня. Июля. Ля, да. Тем более. Но мы ничего не спланировали. У нас всё-таки есть долг, у нас есть зарплаты сотрудникам и все дела, поэтому мы не можем просто так вот... Долг, в смысле, не должны кому-то? Нет, ну да, в смысле, не супружеский долг. Да нет, не денежный долг. Не денежный долг, а долг в плане, ну, как это сказать-то? Ну, в смысле обязанности определенных, это надо выполнить. Обязанности руководителей выплатить зарплату вовремя. Мы всегда платим вовремя, первого числа, день в день. Поэтому мы не можем... Если кто-то скажет иначе, он вред. Ни разу такого не может. То мячиком ему в голову, пожалуйста. Ну ладно. В общем... В общем, я что хотела сказать? Да, ближе к делу. Я хотела сказать, что жару обещали. И я думала, а почему нам не подорваться в Саногорск? Мы сегодня с Троцкого в Саногорск не ехали. И говорю, мои родители вот сейчас поедут, будут туда-сюда мотаться. А вроде как мы всё равно собирались в июле. Но мы, конечно, собирались в середине июля. Ну и что, так подумали-подумали, всё-таки мы не можем так просто рвануть. И поэтому всё-таки они сегодня к нам приедут. А мы спокойненько, основательно подготовимся и поедем на следующей, возможно, неделе к выходным. Там тоже вроде обещают жару. Ну, там жару с дождями, знаете ли, обещают. Ну, и в этой Индии обещают с дождями. Ну, ладно, в общем, я вас слишком... Много информации. Для тебя много информации. Для меня вообще немного информации. Ты так весьмёт тупого-то не делай. Много информации. Я тем более это всё уже знал. По второму кругу данного вечера. А, вот что ты имел в виду, знаешь, дошло наконец-то, знаешь. Это шутка была. Ну, нормальный, сообразительный парень увидел. Более чем, я бы даже сказал. Более чем. Он очень сообразительный. Да всё, хватит. Мы-то образуемся, как будто на самом деле тупой, знаешь. Что приходится доказывать. Нет, ты не тупой. Всё, пока. Просто мне надо чуть больше времени, чтобы принимать сложные решения. Зато я могу приедать, знаете, какие-то, ну, такие закрутительные штуки. Очень меня удивляет парень. Да, но это не за одну секунду. Не, ну, сложные решения, они не даются за секунду. Это тебе не, там, знаешь, не в парк сходить? Легкие решения за секунду принимаю. Долго не думай. Я вообще не люблю долго думать. Ладно, всё, мы по делам. У нас проходит спецоперация по вскрытию неизвестного пакета. Спецоперация. Которая нам, которая... Смотри, у нас даже какие-то инструменты пришли. А, ну, значит, батарейку привезли мне. Батарейку тебе? Да. О, наконец-то батарейка для моего телефона. Ну, значит, тебе батарейку. Значит, мне надо сменить. Неинтересная посылка. Вообще скукотища, да? Вообще, чё, к чему, скажи, да? Чё, к чему, вообще за посылка. Чё, за посылку. Целый сдэк, вот аж доставку делал. Просто, чтобы мне принести. Ну, знаешь, неинтересная посылка. Я запарился, я телефон по три раза в день заряжаю. Ну, держи, тебе подарочек, значит. Ну, давай назад всё это сложи. Мне надо будет это... Надо будет обратиться. Всё, Макс, посылка закончилась. Мы дольше готовились к ним. Угу. Ну, как готовились? Ну, как это? Свет зачем-то включил? Ну, свет тут стоял после мобанга. Я его просто включил, потому что скучно же просто так распаковывать. Ну, спецоперация. Спецоперация, Максим, ты рад? Теперь надо найти время, чтобы съездить. Я даже открыточку писала. О, блин. Там даже есть... Лидер китайской партии. Благодарит меня за покупку продукта. Ждёт от меня пятизвёздочный положительный отзыв. Да, держи. Чё там, 5% скидки, видимо, обещает. Ну, давай. Короче, давай я тебе в сумку закину. В мою. Так. Почему в мою? В мою сумку. Куда ты их вынесёшь? Ну, где вставляют батарейки в телефон. А, ты сам их вынесёшь. Ну, если распаяю его там. Ну, знаешь, потом спаяю. Здесь. В общем, нет. Здесь. Что? Привет. Привет. Чё ты требовала? Я так и не понял. Папа. Сюда. А, камеру вот сюда, да, прикрепить? Камера не там стоит. Она должна быть вот здесь, вот Макс показывает. Здесь. Здесь. А папа её не там. Ну, папа в руке держит камеру. И чё? Нет. Нет, не подходит. Ну, ладно, сейчас будем с ним решать вопрос, как лучше камеру держать. Ну, и мы ждём, ждём гостей уже из Немагая. Где-то едут уже не так далеко. Где-то через часик, полтора-два приедут. Ну, всё-всё, Максим, приделаем, приделаем. Родственников встретим окрошечкой. Окрошечкой, да я сама уже хочу окрошечкой. Вообще. А моя, кстати, идея была. Я сказал, лето мы не делаем, всю зиму делаем окрошки, а летом потом забыли. Так что я предложил Тане сделать окрошку. А Татьяна у меня жена такая послушная. Ей муж сказал, она делает. Так что сегодня у нас окрошка. Ну, прям уже совсем-совсем где-то на подъездах к нашей гости. Где-то на подъездах. Где-то уже прямо, вот сколько сейчас время? Время уже пол шестого. Ну, до шести, мне кажется, они точно приедут. А может быть, и уже прямо скоро. Ну-ка, подай мне зелень, пожалуйста. Да. Дачная зелень. Дачная зелень. Ну, вот огурцы. Огурцы у нас ещё в магазине. В Сибири ещё огурцы не выросли. Ну, по крайней мере, у нас. Может, у кого-то там особо таких. Алычок, укропчик и... Как его? Редис? Редис, как? Редис свой. Колбаса магазинная. Картофель? Свой. Картофель из Хакасии. Редис из Красноярска. Да, половина редиса Красноярского, половина Саногорского. Да? А, у нас... Не перетягивай одеяло. Да. Да. Длинненький. Или кругленький. У нас длинненький. У нас длинненький. У нас длинненький. Это я помню, у меня значили, как я давал. Такой длинненький. А кругленький, это значит, был Саногорска, да? Угу. Ну, всё, в общем. Ладно, сейчас доделаем. Мы будем встречать тёщу с тестем. Ну, они уже где-то рядышком. Я вышел помочь сумки занести. Где-то уже сейчас должны заезжать во двор. Виколик! Привет, Виколик! Это вам! О, спасибо, красотища какая! Одевай тапочки. У-у-у, у меня сейчас руки на работу заняты сумками. Меня попросили сумки занести. Куколки бери сама. Одевай рюкзачок. Дай я тебя поцелую, сладкий. Ой, тимой сладкий. Чего отпускнится? Хорошо съездила? А? Хорошо, но... Можете помочь, Вика, а? Да. Помочь? Меня, когда я приезжала, первый день, когда я ночевала, меня укачала. Укачала, да, тебя? Бедненькая. Счастница, Вика. Это счастница. Вика, ты что-то такая загорелая. Ну, так она с югом. Какая-то юга. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Мои ручки так положили. Максим, это... Скажи, я это. Ждал, но не готов целоваться. А, мы показывали, что нельзя целоваться, да? Не знаю, о чём. Хватит. Хватит. Где? Сейчас руки помоем. Максим, у нас это для тебя же три. Туда, говорит деда. Куда пошел? Туда. Ну, туда. Мы здесь, папа, ладно? Можно его дотать? Сейчас, руки помоем, Максим придёт к тебе. Руки помоем, разденься. Что случилось? Какой сладкий. А-а-а-а! Сладкий, а? Как он же тебя прошел, это, а? Привет, руки обоихся. И вот. Ну, привет. Слушай, Кулька, я тебя... Макс, шоке. Ого, лесовоз. Би-би. Лесовой, твой, конечно, чей ещё-то. Видишь, с какими брёвками. Она не едет, лесовоз. Ну, разбирает, раскрывает. Сейчас деда придёт, откроет тебе. Максику? Давай, иди, давай. Ароматный. Максика, тут порядок как раз. Ароматный. Ну, давай. У тебя будет три места, где будет холодно и горячо. Подставаешь? Холодно? Нет. Тепло. Тепло. Горячо. Это первое. Это пазл наклейки. Это пазл наклейки. Ну, и какие-то вертолётики запускать. Потом проверим. Я. Ага. С чем у тебя тут пироги? Пироги разные. Есть сосиски. Есть. Наполеон. Наполеон-то. Везде это баба Валя проявляет. Туда? А, и снова ведро, да? Можно я немытую буду есть? Да, она чистая так-то. Ну, можно маленько. Галина Васильевна доставит маленько. Ммм. Это спелая. Ароматный. Баба Вали. Баба Вали. Ну, здорово. Вкусняшка. Туканье у Янубольса после 8-ми не работает. Какое время 7? 27. Мне надо телефон забрать. Мы в машине. Мы в машине. Мы сдали телефон. Да. Батареи поменять. Угу. Не зря же она мне пришла. Так, осторожно. Сейчас он выйдет, потом ты поедешь. Поэтому пока смотри на него. Да. В общем, сейчас уже едем за телефоном. Прокатились до заправки. Угу. Заправились на бонусы. Да. Ай-яй-яй-яй. Не зря же они копятся. Сегодня пятница. Сегодня вторник. Сегодня такой вторник, пятница. Но предпраздничный. Поэтому такие пробки, что-то мы сейчас походим. Ну, как праздник. Просто голосование и выходной день. Не, а срано такие. Мы так проголосовали уже. Почему именно первые часы? Ну, отдыхай. От души тебя, от души. Отдыхай. Что, голосовался от души? Ну, можно было, наверное, сегодня пойти голосовать. Я думаю, не выгонят. Не, ну, у нас конкретный день. Просто они разбили все. Мне кажется, что, да, просто потоки людей развести. Они, видимо, так по часам. В общем, кто не проголосовал завтра, может, это со спокойной душой. Ну, таки прям, чтобы так агитируем за голосование. Да, может, и не ходить. Дело хозяйское, мне кажется. Там все равно. Там только да, либо нет. Ну, я тоже считаю, как-то вот неправильно. Как это неправильно? Вот столько-то поправок, а ты голосуешь либо за все, либо нет. А может, я с чем-то согласен, а с чем-то нет. Ага. Ну, как бы... Ну, это вот... Как-то я буду, считая, надо было вот так вот за это, да, за это. Потому что самое главное, это поправка. Боялись сегодня, что нет, напишут. Ну, да. За обнуление. Поэтому, как бы, либо за все, либо против всего. Чтобы там затесалось где-то. Ради чего все это затевалось. Ну, все пришли, ну, конечно, мы проголосуем. Все так замечательно. Ну, в общем, ладно, не будем. Ладно, что, мы вне политики. Мы вне политики. Ну, вы поняли, да? Ну, иногда я ее обсуждаю. Ну, иногда я ее обсуждаю, точно. Ну, короче, бесплатно мне поменяли батарейку. Ну? Бесплатно, потому что разбили стекло, короче, у меня заднее. Вообще. На телефоне. Ну, сзади, получается, стеклянная крышка. Извинялись, сказали, бесплатная батарейка. Ну, не батарейка, это не бесплатная, батарейка у меня своя была. Ну, послезавтра-завтра выходной. Послезавтра сказали, они купят стекло. Заднюю вот эту крышку новую. Ну, соответственно, позвонят мне, я приду, поменяют мне. Так ты как-то это зафиксировал, а потом скажут тебе? Ну, блин, что скажут-то? Как бы, не знаю, мне кажется, сейчас вот, чтобы вот так вот, знаешь, потом сказать, нет, не это. Как бы, ну, это. Прямо надо совсем не любить свой бизнес. Знаешь, чтобы потом сказать, нет, мы не ломали вам стекло. Так что, ладно, не нагнетай. У меня все равно в чехле. Как бы в чехле ничего не поменялось. На камеру, на камеру зашло. Так что, будем на твой покофорить. Так вот меняет. Батарея бесплатно. Ну, что, домой? Домой, конечно. Домой, к нашим малышам. Домой. ПОЛОВАЕТ. КОНЕЦ. ГОЛОВАЕТ.